Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Продолжаем анализировать фундаментальный фон, разбирать события и смотреть, как, в принципе, на этот фундамент реагируют финансовые инструменты. Сегодняшний брифинг, признаюсь, друзья, с какой-то ноткой разочарования, с учетом того, что вчера было очень много надежд, такой насыщенный фон и суперсобытий и для британца, и для евро, и для доллара, и, в принципе, для нефтянки, учитывая, что мы ждали запасы нефти США. Однако движения, ну, они, наверное, укладываются в какую-то среднюю динамику. Я бы не сказал, что они соответствуют такому фону. Избыточные ожидания уже не раз приводили к определенным ухудшениям настроений трейдеров. Я думаю, что вы со мной согласитесь, друзья. Уверен то, что многие из вас также закладывались под то, что рынок наконец-таки может раскачаться и начать демонстрировать более выраженную динамику, верность либо преданность каким-то трендам. Вот даже по евро мы видели, как пара евро-доллар пошла к поддержке 1.12, однако снова не достигнув этого уровня, развернулась и вернулась, в принципе, к тем значениям, на которых мы наблюдали до заседания Европейского центрального банка. По доллару, иене и протоколы, которые снова указали на мягкий подтекст будущих действий американского регулятора, а 1.11 чуть ниже опустили, сейчас, в принципе, вернулись к этому же уровню. И эти значения мы наблюдали на, собственно, прошлой неделе. Все-таки фон, в принципе, тоже был, но не то чтобы совсем скудный и простой, были события, которые мы хотели отыграть по динамичней, но все-таки рынок пока что не двигается. Уж не знаю, что ему нужно, но знаю, что нужно нам, друзья. Нам нужна волатильность и нам нужны динамичные движения. Надеюсь, что все-таки вернется активность на площадке, и у нас снова появится возможность с вами подводить итоги дня, говоря о движениях в 100 пунктов, может быть, даже чуть больше. Давайте поговорим о текущей торговой сессии. Конечно же, она уже не такая блестящая по фону, как прошлый день. Сегодня, в принципе, мы ждем только заявки на пособие по безработице. Думаю, что особого влияния на доллар этот отчет не окажет, потому что мы в пятницу только разобрали с вами Non-Farm Perils, и все, что хотели узнать по итогам месяца по состоянию американского рынка труда, уже, в принципе, узнали. Этот отчет будет уже не важен. В 20.00 по московскому времени выступление Каролины Вилкинс, это заместитель управляющего Банка Канады. Вот, пожалуй, на эту пресс-конференцию мы с вами внимание и обратим, потому что доллар канадец двигается, ну, тоже вяло, но все равно находится в восходящем. Ключи 1.3340 сейчас котировки. Цель у нас значится на отметке 1.35. Допуская то, что риторика Вилкинс со ссылкой на последние слабые макроэкономические отчеты снова может освежить в памяти идею того, что канадский регулятор не будет более в рамках 2019 года повышать процентные ставки. Выводы, я думаю, вы знаете, какие нужно делать, исходя из этого. По канадцу вы, надеюсь, вместе со мной также ждете его слабости. И большая ставка вот накануне делалась на то, что нефтянка, которая потенциально могла пойти вниз снова к поддержке 70 долларов за баррель, ее снижение должно было оказать влияние на канадца. Но мы видим то, что вместо этого нефть у нас на новых многонедельных максимумах. Хай вчерашнего дня 71.77, сейчас котировки 71.44. Хочется сказать, что еще не вечер, все может измениться в плане рынка нефти. Хотя активности мы по этому сектору, по этим активам сейчас не демонстрируем. Мы все-таки уже сделали цель и ищем хорошую точку входа. Но я надеюсь, что у нас будут созданы условия для продаж этого инструмента. Давайте как раз поговорим про рынок нефти. Очень насыщенный фон. Я думаю, что больше новостей, чем по энергетическому сектору, сейчас на площадках попросту нет. Вчера ОПЕК понизила прогноз спроса на нефть на этот год. Правда, там снижение символичное совсем, но все равно снижение. И важно, что ОПЕК также сослался на общие риски для глобальной экономики из-за сохраняющейся торговой напряженности в мире. Спрос на нефть снижен на 30 тысяч баррелей в день. Мы ждали запасы нефти США. И, друзья, третья неделя подряд запасы нефти выросли. В этот раз очень сильно. Плюс 7 миллионов. Прогноз был фактически в два раза меньше. Можно было бы, конечно, отыграть этот отчет через резкое снижение. Тем более, что накануне у нас еще и данные от Американского института нефти были похожи. Но появились компенсаторы вот этого фона в этом же отчете. В частности, запасы бензина резко сократились тоже вдвое сильнее, чем прогнозировалось. Объем добычи остался на рекордных показателях 12,2. И, возможно, еще больше позитив был связан с активностью стран ближневосточного картеля, которые отчитались по тому, сколько нефти было добыто в прошлом месяце. И, мне кажется, даже один из самых рекордных показателей по снижению в месячном периоде. Минус 534 тысячи баррелей. То есть, фактически, сейчас совокупная добыча стран ОПЕК 30 миллионов. Львиная часть снижения пришлась на Саудовскую Аравию. Там порядка 350 тысяч коррекций. И рынок снова воспринял духом, вот вам, пожалуйста, активность страны ОПЕК+, выполнение обязательства и действия, которые направлены на восстановление баланса и стимулирование роста цен. А кто-то тут же вспомнил еще про конфликт в Ливии, фактор геополитической напряженности, про санкции США против Ирана и Венесуэлы. И в итоге, под конец дня мы видели то, что покупатели снова перехватили инициативу и затащили бренд в район 72 доллара за баррель. Друзья, я считаю, что мы все-таки очень скоро развернемся. Я пока не буду давать конкретный уровень, откуда можно открыть короткую позицию. Я считаю, что фундаментальный фон нам подскажет, нам подскажут рыночное настроение, мы за ними активно следим. Ну, мне кажется, что если мы все-таки окажемся ниже уровня 70-50, это будет сигналом в пользу того, что коррекция продолжится дальше, то есть и актив сможет уйти глубже. Но я не призываю вас пока присматриваться к этому уровню. Я дам конкретную рекомендацию, если сочту необходимым. Если вы держите длинные позиции, ну, наверное, вы уже в еще большем плюсе и профите большие молодцы. Это, конечно же, очень рискованное предприятие, но риск дело благородное. Я признаюсь, и вы знаете, вышел на отметке 70. Доллар-иена 111 с небольшим сейчас, в частности, давление на доллар более чем оправданно. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на энергоносители и продовольственные товары, важный индикатор для Федрезерва, возможно, самый важный, важнее, чем Nonfar Barrels. Снижение на 0,1 с 2,1 до 2 процентов. Это негатив, конечно же. И вчера я вам рассказывал, что показатель инфляции, он как раз и влияет на активность и риторику администрации американского президента. Для них это вообще основной индикатор. И, в частности, когда базовая инфляция просела, то есть, когда эти цифры были опубликованы, господин Мнучин, который является тоже со-транслятором позиции Трампа, снова призывал американский регулятор рассмотреть возможность снижения процентных ставок. Что касается протоколов, которые вышли поздно вечером, без каких-либо сюрпризов. Я думаю, что заявления, которые были запротоколированы, они полностью совпали с нашими ожиданиями и ожиданиями всех, кто адекватно оценивает то, что на площадках происходит и, точнее, происходит в рамках действий Федрезерва. Необходимо сохранять выжидательную позицию, следить за развитием событий в мировой экономике, потому что напряженность и неопределенность в торговой сфере сказывается на экономическом росте всех, в буквальном смысле, стран. В этом году ставки повышаться не будут. Может быть, это оказалось соответствующее давление на доллар, но при таком фоне, конечно же, американец мог бы просесть сильнее. Я думаю, что до конца этой недели мы сможем увидеть пару доллар-иены пониже все-таки в поддержке в 111 и возлагаю на это большие надежды. Доллар-канадец снова отметил, что цель 1.35, она пока сохраняется, друзья. Ждем выступления Вилкинса, ждем ее мягких комментариев и заявлений. У нее есть еще одно подспорье в виде слабой статистики по рынку труда. Наверное, она должна будет обратить внимание на этот отчет. По новозеландцу, друзья, цель у нас по-прежнему 0.67, сейчас котировки 0.67-0.64. В переходе с четверга на пятницу в 1.45 ночи по московскому времени выйдет отчет по уроничным продажам. Ожидания плохие и я надеюсь, что пунктов 30-40 мы по этой валютной паре еще отобьем. То есть завтра у нас будет возможность говорить о котировках пониже. А если сложится так, что мы с вами протестируем поддержку 0.67, тогда придет время для закрытия этих коротких ордеров. Фунт против доллара 1.3105. Опять маскарад в прямом смысле и в статистике, и в плане политики Брекзита. По статистике промышленное производство чудом продолжает расти 0.1% в годовом выражении. Темпы экономического роста продолжают расти. Прогноз был на отметке 0.2%. Еврокомиссия вчера непонятно зачем сделала рассылку всем странам ЕС на случай реализации жесткого Брекзита и выхода Англии из состава ЕС 12 апреля. Я вообще не вижу в этом смысла, учитывая то, что уже всем было ясно, что отсрочку дали. И, кстати, по итогам саммита эту отсрочку предоставили не до 30 июня, а до конца октября. К чему это приведет, друзья, я не знаю. Я думаю, что уже все запутались, никто не знает, что будет дальше. Но сам факт того, что продление вот этого переходного периода, я думаю, что в Терезиме будет всего труднее сохранить за собой и оппозицию, потому что по прошествии еще одного месяца ровным счетом ничего не изменилось. Фунт не растет, и это хорошо. Надеюсь, что в ближайшее время пойдет вниз. Цель 1.28, я предлагаю прям даже сделку, стоп с уровня 1.3070. И по евро-доллару, друзья, лоу 1.1228 вчерашнего дня, сейчас котировки 1.1279. По итогам заседания Европейского центрального банка ставки на прежних уровнях, ключевая ставка 0, ставка по депозитам минус 0,4%. Да, все верно. Банкам по-прежнему приходится платить ЕЦБ за то, что средства находятся на его кор-счетах. Комментарии Драги были насыщены именно мягкой риторикой. Драги ссылался на проблемы в мировой экономике, отметил, что риски остаются нисходящими. Все ждали подробности по операциям долгосрочного рефинансирования ТЛТРО. Все ждали какие-то новые дополнительные детали о тех стимулах, которые будут задействоваться дальше Европейским центральным банком, чтобы разогнать инфляцию и поспособствовать восстановлению прежних темпов экономического роста. Но ничего, в принципе, этого не было. Драги лишь отметил, что, друзья, детали будут позже на последующих заседаниях. Но то, что риски остаются нисходящими, политика мягкая необходима, жизненно необходима, это все усвоили и уяснили. Поэтому в моменте мы видели то давление, которое должно было сохраниться до конца дня на евро. Думаю, что все-таки после небольшой паузы нисходящий тренд снова будет доминирующим. Мы уйдем в район отметки 1.12 и наконец-таки сломаем этот уровень, потому что евро должен котироваться ниже. Сейчас нам в поддержку еще и фон виде угрозы США ввести пошлины на ряд европейских товаров общим эквивалентом 11 миллиардов долларов. Эта тема очень интересная. Я думаю, что у нас будет возможность вернуться к ней позже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, хорошей торговой сессии. Всего доброго, до свидания.